Всем привет! Мы находимся в Москве. Это Dodge Ram 1500 протюненные в Jeep Customs. Это ребята, с которыми мы катали в прошлой серии. Они дорабатывают не только в Wrangler, но и пикапы. А сегодня с нами собрались абсолютно разные автомобили. Те, на которых вы, возможно, ездите повседневно. Тигуаны, Кодиаки, Прадики и много-много чего. Порядка 70 заявок было. Мы сейчас едем в карьер, будем проверять эти автомобили, что они могут. Вы сделаете для себя выводы. Но мы будем сегодня ездить на этом Dodge Ram. Ну и попутно вам расскажем, что он может. Битва не Рэма против Тигуанов, а битва кроссоверов против обычных, наверное, внедорожников, равных. Там, Прадо, Крузаки, что будет. В общем, вы сейчас все увидите. А это тот самый Тигуан, который два года назад в Москве на покатушках просто всех поразил, когда чуть не утонул в речке. Но владелец Александр сказал, что сегодня будет дубль-2, и он покажет, что может Тигуану Эрлайн на прошивке Рева, не знаю, по-моему. Рева, да? На прошивке Рева, стейдж-3, и что он может на уфроуде. Погнали! Ну, Леха Спортер. Блин, ну на этой Бандуре прикольно. Ты едешь, такое ощущение, что ты заполонил полностью весь этот вот ров. Че, не хочешь туда заеду? Я думаю, что он или большая, но и машина. На втором раме Доджи совсем, ну, намного меньше колеса, не знаю, на вид, ну, 35-й, наверное. Мотор такой же, 5,7, но резина АТ-шка. То есть ему сложнее будет? Ну, можно вот сейчас наглядно сравнить, если он поедет в эту лунку. Девушка за рулем. Ну, давай перекроем, чтобы именно в лунку поехали. Да ладно, нужно. Траектория другая. Смотри. Лучше сдать назад немножко. Да, знаю. И рулить, да, повернуть вправо. Да, вправо. Да. Лех, ты Спортер сегодня? Да. Еще, 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 еще можно. Это же хлопной не уборлась? Нет, там еще нормально место. Еще можно, еще буквально полметра, метр, а потом руль надо влево повернуть, другу ровно сделать. Все, хватит. Руль ровно и вперед. Да, он прям вперед. Все, нет, вперед, вперед. Полный приют включен? Отлично. Теперь можно вперед. Да, в пол. Прикольное место. Такие горочки интересные. Но покрытие такое твердое, сцепление хорошее. Даже на АТ-шке машина едет нормально. Гранд-Чероке, ZJ-кузов. Когда-то у меня такой же был. Лифтованный. С виду колеса 33-35. Ну, скорее всего, 33. Мотор, не знаю, не слышно. Вот сейчас наглядно на камере было видно, насколько большая эта яма. Проехала машина, ну, сильно меньше, чем Dodge Ram, и она прям глубоко заехала в эту яму. То есть, какой-нибудь легковой, там, Тигуан, Кодиак, я думаю, туда заедут и оттуда уже не выйдут. Ну, просто по краям все. Мы тебе криким, если бампер отрвется. Да я уже знаю, характерный. Ну, есть такие в Атерлане. Ну, и все. Ты же обещал, что ты будешь с разгона биться вот этот вот роут. Вот так. То есть, так же, твое колесо там сзади будет валяться. Да, да, да. Что может Тигуан, что они ошиблись в выборе своего автомобиля, что надо было брать Airline на третьем стейдже от Рева, турбина ИС-38, что она может именно на бездорожье. Как она поможет сейчас здесь выстрелить? Да, да, выстрелите. Вон, сейчас 150-й сюда приедет. Да, по-моему, глади, руль прямо. Да пусть сами везут. Руки, да не надо сами, что тут по самоостролению? Вот так. Вот. Тут все проехали легко. Супер. Под боком это печально. Нет, под углом не надо. Вот тут. Вот сюда, вот. Одно здесь, одно здесь. Давай. Внутри, наверное, устрачиваем. У меня колесо будет висеть. Ну, Женя пошел. Уже не. Давай я пойду. Да, ну уже пусты. Да, ну уже пусты. Не, он сейчас выйдет. Руль влево. Левее. Ровный газ. Пониженную надо. И задний блок. Он же есть там. Поехали. Даже лучше. Давай, давай. Вот. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. 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 Чуть-чуть назад. Сейчас пол, руль направо. Давай. Эй, ну назад надо выровняться чуть-чуть. Да, чуть-чуть. Идем. Руль влево и назад. Руль влево и назад. Еще еще. Метр назад. Еще, еще, еще. Не обалдеть. Еще, еще. Давай. Давай еще. Еще, еще. Еще, еще. Еще, еще. Руль влево и вперед. Еще раз. Вот кто хочет. Руль влево и вперед. Ходь сначала. Прошел. Давай. Школа оффроуда менеджера Антона работает в действии. Вы сами можете в этом убедить. Человек первый раз включил пониженное на этой машине, то есть он с момента покупки, он ее не раз не включал, вот, включил, говорит, все, теперь классно, можно ехать. Классная авантюра, сейчас подумаю, как ее. Ну, как думаешь, у нас обычно все-таки все решения будут. Да, ну, Тигуан еще меньше, чем 150. Сань, давай я про. Сейчас, смотрите, будет вывес колес, наверное, на метра два. У тебя там жаль. Трос есть с собой? О, на V8, нифига себе! Все сюда будут. Классная авантюра едет, если хочет. Ну, тогда пойдем. Поехали проехать. Какой-то Берлин Хеми что-то там написано, видел? Берлин Хеми, это что типа? А, это химия, да, для волос? Нет, это 5.7 Хеми, мотор такой же, как в доджике. О, смотри, какая техника едет. Вот этот хочу сюда посмотреть. Ром, сюда его! Он потерялся в этой езде? Да блин, ну прикольно. Псих сюда приехал. Ну, наклейки с Уфроуду, значит он умеет ездить. Хочешь увидеть каких нормальных московских психов. А вы спрашивали часто в комментариях, что может новый джим, он может спокойно проехать. Не задумываясь. Еще и от водителя, конечно, зависит. А, видимо, у него наклейка классная есть. Он лежачий человек на диване. Класс! Вот тебе такой надо, да? Диванный джиппер. Нет, не мне, наверное, другим есть у нас там особенности. Саня говорит, что джим не проехал, значит он сейчас на Тигуане на ИС-38 проедет. Паджеро Спорт. Думаешь, это даст преимущество шапках у тебя? Да. На голов прибавляют деньги шапки. Не все так просто оказалось. Сокол переносит. Вы понимаете? Дикольно. Как бы сейчас на ау-роуде ездить. Вместо ау-роудов. Понимаешь? Я же говорю, желтые шапки прибавляют мозгов. Спокойно проехал на свободных дифференциалах. Дети и Тигуан. Борьба. Вот это будет сейчас интересно. Только по 6. Давай найдем еще такие горочки пожестче. Подожди. Сейчас мы вставим CGPods в ушки и поедем. Хочу вам сказать следующее. Цена продукта не всегда является показателем качества или какого-то функционала. Примером того являются тюменские наушники CGPods компании KS Guru. Они стоят в 4 раза дешевле, чем именитые AirPods. Количество функций в разы больше, чем у тех же AirPods, а самое главное влагозащита. То есть вот эти наушники вы можете помыть под струей воды из-под крана, либо принять в них душ, им ничего не будет. Отличный звук и автономность 20 часов. А вот этот кейс очень приятный на ощупь, он напоминает коробочку для кольца. И крышечка приятно щелкает при закрытии и открытии. А кейс CGPods 5.0 выполнен из авиационного алюминия. Пашка проверял, они выдерживают до 220 кг. А сколько Пашка весит? Ну чуть меньше, он же прикладывал усилия, значит он как пресс надавливал на них. Вот, что еще хотел сказать, наушники и кейсы CGPods выполняются в двух цветовых гаммах. Либо белый, как у меня, либо черный, как у Пашки. У модели CGPods Lite механические кнопки. То есть можно выбрать 11 команд для управления своим телефоном прямо с наушников. Тюменские наушники CGPods уже вошли в топ-5 наушников России. Их можно купить только онлайн. Три с половиной тысячи рублей без всяких конских наценок сетевых гигантов. А также, что касается гарантий. На эти наушники гарантия 1 год. Без каких-либо ремонтов, просто замена на новые. Так что ссылка на официальный сайт производителя и промокод на скидку 200 рублей будет под этим видео. Дети с Самары прямиком приехал. Устащий себе. Ну он если только ходом будет мальчиком. Один ты уже здесь проехал ходом. Отойди Вадим. А это ж пацаны с канала с какого-то салфроводного. Чего они так поехали? Мне кажется им наоборот нужен контент. Тигуан, эрлайн, все дела. Наклейка Рева. Сейчас Игорь там в онлайне отшивает, правит карты. Чтобы пораньше спул был у туржины. Наша школа. Который год его тренируем? Нормально, Игорь будет рад и доволен. Тигуан взял и проехал. Как Дэв проехал. Я на етике пройду? Думаешь хотя бы смотреть что могут? Как стабилизация работает? Я просто думал, что потом не вытягивали. В смысле, ну вытянем какие проблемы. Да? А ну, сейчас. С пропуском в Кремль. Вообще не парится. Тут Фронтера еще мечтает, да, еще до сих пор купить надо. Вот Фронтера есть. В объезд. О, кстати, мне вчера писали про Фронтеру. Привет. Слишком маленькая скорость входа, а то препятствия. А у тебя передка нет, передка нет. Есть. А, так тогда выключи на хабах подъехал, да? Реклально. Слушай, так это Мерседес. Вадим, видел? Это Мерседес Фронтера. Все думали, что только Opel. И что там еще? Ниссан, по-моему, или что это делали такие машины? Не-не-не, вот именно Фронтеры вот такие. А это еще и третья в марке. Мерседес Фронтера. Да. 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 Мешаю, звони. Я тебе сейчас наберу. Вот твоя машина мешает. Сзади машины ехают. Давай быстрее убирай. Руки из окна не высовывай. Руки из окна не высовывай. Руки. 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 Давай! Давай! Нормально, боролся, боролся и выехал. Боролся до конца заголовок. Сейчас бы сюда воды налить поверх. Надо было на вчерашний маршрут всем ехать, эти машины нереально там могут бороться, да, это было бы интересно. Легендарный четвертый Паджеро. Не менее легендарный Даст. А тут легкотня, сейчас будем между деревьев с разгона пролетать. Только потише ехать, не надо быстро ехать. Тише. На земле резинится, должно быть все нормально. Дом намного проще. Давай уже морщички. Дверь, сиди, 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 туда. Леха подсказывал неправильно, я сразу говорю, наоборот, кровь колесом. Поглубже. Да, он не попал в третью, когда заезжал. Да нет, просто у него нет ревопрошивки. Отличие, вот сток, да. Ревопрошивка, там все четко, там подправлены углы онлайн. Онлайн-поддержка есть, даже ночью ты едешь где-то, тебе надо подправить, звонишь Игорю, он все правит. Игорь, кстати, закинь на карту за рекламу. Между деревьев с разгона, короче, у кого зеркала останутся к вечеру, все, двери не поцарапаны, тот выиграл. Ничего страшного, посмотрим. Будет награждение, кубки купили, все уже, ну будет серьезная заруба. А будете закинуть? Нет, сейчас конец, сразу записываем, все, сейчас будет концовка, все ехали ожидаемо, хорошо. А он по этой специально сразу сломал. Номер карты и будем собирать на бампер. Нива, Нива с первого раза не проедет. Да он там, где-то назначали. Нива тяжело пошла. Давай заезжать. Сильнее едти, как чертула. Капун пошел на поиски серьезных препятствий, говорит, сегодня как-то скучно, аж зевает. Чуть газку больше, чуть газку больше и все едется нормально. Прадик, интересно, черный, спустится красивый. Сейчас, вот, где 5 минут, когда покатушка, где покатушка, где пробка, где пробка, давай проезжай, а то удалю тебя. Сейчас заблокирую, видите. О, смотри, какой нормальный. Спартейдж, первый кузер. На расширениях, на полных. Это, как они называются, там, горилла, да, или что? Лехе нет, некому подсказывать. Давай, сюда. Тут, на самом деле, твердо, просто геометрия, знаю, попробуй, не помешай. Тут бампер не убрать. Я от Ети проехал больше. Нет, 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 я что-то не поеду. В смысле? С Ети там в Крустов проехал. Так зло выглядит машина. Да, и он прикалывает, что он тут не поедет. А у нас, кстати, ничего не отвалилось. Даже памятник. Не прикалывается. Терезорачивается. Макс, вы на Ети тут проехали. У тебя Ети сколько месяцев? Давайте просто подарим ему аплодисменты и все. Такого я еще и не встречал. А зачем ему колеса такие? Это продуктами есть? Он на Кавказ. РАФ-4. Он РАФ-4 здесь проедет сейчас. Левее, бери еще. Левее, бери еще. Получается. Кавказа. Валерий. Кавказа. 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 Наглядно видно, когда нет имитации блокировок. То есть колесо одно крутится, а другое просто в воздухе висит, либо стоит. Джимник поехал. Я запутался, это второй пакет. Да, это то же самое. Все, он просто прикатался. Сейчас на Абис поедет Тигуан. То есть 4. Да? С каждой минутой новый встреч. Говорит, да. Говорит, задом теперь поедем. Там показались фары и ноздри, затравки. Там был Икс. Новый черный Икс. Отсними его, вот как дипломная работа. Но я думаю, что он там поверху проедет. И ты за ним там побежишь, красиво просто поснимаешь, там собаку рядом черную поставим. Попоткаюсь в Инстаграм. Смотри, Раб поехал еще. Да, Раб сейчас проедет. Мне интересно, БМВ как ездит. Давайте БМВ попробуем. У нас Вадим просто фанат БМВ. Покажите ему, что она может. Проехали все. Да. Либо хоть я проеду. Вот интересно, видосы заголовок будет классный. БМВ засадили. Чтобы мы написали заголовки БМВ, не может. Да, да, да. Я так могу сказать. По-моему. По-моему в фотошопе нарисую. Ха-ха-ха. Попрос куда дать? По прямой. Нормально там запас по геометрии отличный. Смело сделай. Прямо. Ну и бандура. На грузовике ездишь по лесу. Это конечно. Но машина классная. Сейчас будет хеерическое отрывание бамперов переднего и заднего. Как в Белгороде? Да, мы уже видели это в Белгороде, в песчаном Карелии. Это тот же парень, Ахмед, который приезжал к нам в Белгород. Потерял оба бампера. Собрали ребята из автосервиса, куда Антон их отправил. Ну и сейчас посмотрим, что он будет делать в этой яме. Ну, хоть так. Может что-то увидим дальше. Так, давай быстрее. Тут, когда едешь на нем, когда он наклоняется, не видно спереди есть машина или дерево. Я вам серьезно говорю, садись и прокачу. Лицо было... Есть машина, номер с колесами пройдет. Важное лицо у меня. Ой, да, очень. Видно прям, вот. Важное лицо, вот. Продолжение следует... 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Стоп-стоп-стоп-стоп-стоп. Загнул. Чек загорел. Самца согнул. Ох, ёх. Колесо спустило, не понесло. Закосни. О! Звук появился. Учительный монстр. Вышли на главную войну. Цепляйся. За него сейчас вылезет. Закиньте трос там. Вышли. Давай. Тигуан 500 лошадиных сил. На пайпах, на выхлопах, на турбинах. Там всё усилено. Заезде хабы забыл включить, да? Давай. Всё. Потихонько, потихоньку. Стоп. Потихоньку, потихоньку. Отлично. Ты сейчас в действии. Отлично. Я просто мечтаю увидеть в такой локации Игоря Ревы Шкоду. Что она может уходить? Продолжение следует... Сколько я тебе должен за бампер? Ну контент же сделал. Да нормально все. Мы вечером разберемся за столом. Да, вечером разберемся за столом. Красавчик. Ну страшно было? Не страшно было. Обидно. В некоторых моментах. Обидно, потому что первая выключена была курсовую. Ну она меня задушила. Она я вверх и все. Ну когда у тебя отключилась имитация, у тебя одно колесо в воздухе. Ну тебя немножко трусит. Ну что вечером-вечером снимешь стресс? Саня просто к нам приезжал два года назад первый раз. Двадцать с половиной года назад, когда мы там просеку проезжали, он такой жуткий грязи на нем ездил. Я думаю, что это вообще кто это такой? И вот он сколько лет уже ездит, купил себе рейндж-овер, уже именно вкатался в этот процесс, в провод. И на Тигуане, и на рейндж-овере. И уже смотрите, как технично. Да, понял, как надо немножко там подвернуть, выехать, чтобы не зацепить бампер. Сейчас Рэм, а там разложат. Так, Лёха, что там не видит? Денис, вышел бы, посмотрел. Денис, я тебе настоятельно, я советую выйти и посмотреть. Поразительный автомобиль. Ты когда разоблачение нормально снимешь про меня? Сколько тише, никто нормально не снимает. Короче, я полгода готовился с Дэном, тренировались. И вчера такой провал, представляешь? Поразительный провал. Да с тобой не интересно. Я за тебя вопросы задавал, понимаешь? Тебе вопросы? Нет, точнее, я отвечал за тебя. Да, мы там тренировались. Я вывез базар. Ты вывез, да. То есть получилось... Мы на каждый вопрос несколько вариантов ответов прорабатывали. И такое облом, представляешь? Давайте. Давайте. Это с места? Так, похоже. Всё. Повторяйте! Повторяйте! Сюда вплывайте! И сюда! Здесь все хорошо! Нормально! Можно ехать! Повторяйте! На тестеру, да? Много нельзя! Метр назад! Много нельзя! Метр назад! Повторяйте! Эта вот машина, да? Монстр! Везде проезжает! Никаких получений! Ты видел на них цены? Сколько? Два с половиной, если не больше? Или три миллиона? Ага! КОНЕЦ Повторяйте! Можно выявить? Нет! Нет! Звук Повторяйте! Офигеть! Сейчас праздник повторяю! Велика! Ну... Сейчас праздник повторяю! Зарит за рэмом, вот это вот. Что там с бампером? Там передний свес на самом деле очень такой. Уменьшается. Лайтовый. Он уменьшается. Как думаешь, етик заедет? Вадим, тебя спрашивают, етик заедет? Залетит. Залетит, как миленький здесь. Вот RAV4, Чирок может заскочить. Я могу на рэме заехать красивее, чем Лёха. Не надо. Надо. А я хотел бы обратиться к своим подписчикам. Я пять лет мечтаю снять трех мостовой КАМАЗ. Который на больших колесах 6х6, 43 там. Да он не заедет. Вот мечтаю снять на бездорожье. Вот у кого есть, напишите. В таком городе мы приедем. Я же говорю, тут безопасно. Мы приедем и я сниму вас там в таком стиле, в кайфовом. Вы так будете балдеть от этого видоса. Я вот хочу этого. Потому что сил был, газик был, КАМАЗа не было. Хочу. У нас Прага есть трех мостовая. Только он должен выглядеть аккуратно. И Урал еще хотел бы снять тоже. Вот и все. Красавец. Снимем его. Ну как впечатление? Нормально. Зря приехал или нет? Вот. А до этого ездил? Нет, я ж первый раз. Ты знаешь возможность. Я ж когда тебе первый раз написал. Только по Кутузовскому можно ездить. По Кутузовскому? Ну да. На белом празднике красиво. Если номера отстегнуть, то можно по максимуму. Да можно везде без номеров ездить. Даже в прод. Да. Ну там камушки уже появились и доцеп пошел. Давай еще назад. Гидро пчёл. Красавчик. Как ощущения? Отлично. Вообще кайф. Колбасит? Да, да. Очень класс. Сколько сил? 261 гибрид турбина из ИХИ стоит. ИС-38? Нет, с двухлитрового Audi RS поставили. Матрис нет летит в салон тебе уже. Сейчас уже спускает интеркулер, там лопнул, я туда тряпку засунул в интеркулер и заклеил суперклеем, то есть чтобы хоть как-то оно еще ехало. Затон сейчас? Да. Куда всем выехать? Да. Куда, куда всем выехать? Ну да. А сейчас выехать. Саму жесть надо. Дэн, ну ж выехать не красиво. Надо уже закончить этот маршрут. А это закончить этот рэм надо. Нет, нет. Ларш. СНР поедет. Выходите, Дениса из машины, пусть идет сфоткает. Да, пусть идет. А че ты встал, надо было сразу ехать. Долби. Горка с множеством диагоналей. Можно представить, что это единственный выезд из этого карьера. Но многие нашли другие выезды. Надо перекрыть тот. Рэм копнул там и сразу поехали все машины остальные. Я как-то невкусно заехал. Да, я говорю, это как-то неэффектно. Это был пробный, а он раз взял и заехал. Долби прям жестко. Че, приду, кто отвалит. Ловите рэм наверху. А я вижу Дигуан. А я может встать? Да. И полетается он. А это нормально там, проедешь? Нет. Можешь эффект не рано пролететь? Давай вторую. Я думаю, куда? Стой. Там все подключай. И уст накручивай и долби. Рэм реально прет. Просто вот ощущение, что на танке, который может все. Даже когда уже он остановился. У тебя, кстати, камера грязная. А он продолжает делать какие-то вещи. Он стоит и продолжает ехать. Как Audi A6, белая моя. Смотри, едик. Рвется. Слушай, он сейчас трипятные все раздроет. Ну, как показала практика, это везде с первого раза. Нет, нет. В стоке? В стоке полном. И даже не травился. Красивый. Красивый, да. Солончик новенький. Нравится, да? Супер. Еще МТ-ку. Нет, как же, на тяг попробую по бежоне. Он впитывается в навиге. Купилки паяки по бежу. Пак Jnodwan, как я убираю. Водные мосты? Водные мосты? Есть, да? Нет, мне сказал, что только имитация. Ему говорят, что хватит, а он, нет, я ещё хочу. Если нет, то тебя болеют больше, чем взорв. Давай! Остыть надо. Ногой, ногой, ногой! Сань, нам надо для обложки этого видос, чтобы Тигуан вот так вот над землёй летел. Немножко такой вверх носом. Можем это сделать? Рулём, рулём! Маленький, короткий! О, давай, давай! О, давай, давай! Давай, давай! У тебя там пыльник на шрусе лопнутый. Ха-ха-ха! Да шучу! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Слушай, я, конечно, про кузову пошутил. С такими прыжками он точно может. Вот это упорство. Аааааа! Ну что, я никогда не верил в этот автомобиль, не то, что не верил, я не представлял его возможности, что вообще может Рэм, и как-то не обращал на них внимания. Он мне сегодня настолько поразил, это настолько эмоциональный автомобиль, это реальный танк, если вы думаете его приобрести, я вам вообще на 100% рекомендую, кто сейчас в раздумьях, брать Рэм, это будет и оффроуд, и перевозка вещей, и комфорт, он огромный, ты едешь, тебе все уступают в дорогу, и он действительно не спасавался ни на одном препятствии, он везде все проехал, абсолютно не задумываясь, показал какие-то невероятные вот эти вот прыжки, и в то же время он останавливается, все равно продолжает ехать и заезжает везде. Я не знаю, какие ему нужны преграды, либо мы вернемся сюда зимой, к ребятам из жипкастов, и протестим его уже именно по снегу, по глубокому, по льду, там везде все что можно, либо может быть поедем еще в такую локацию, ну вот та же лэп, да, где мы вчера катались на Брэнге, это был видос, вы его уже видели, можно там его протестировать, мне будет очень интересно, как он там поедет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, это стандартная фраза для любого блогера, я почему это прошу, я хочу увидеть, вам действительно понравилось то, что мы сегодня сделали, или возможно это было скучно, и нам нужно что-то другое придумать, мы постоянно ищем какие-то моменты, которые мы хотим вам показать, не знаю, там легковушки на бездорожье, кроссоверы, покупки машин, что вам больше заходит, мы будем видеть вашу обратную связь, и действовать дальше уже. Всем пока, спасибо Москве, спасибо всем пацанам, кто сюда приехал, спасибо джебкастам, которые нам организовали вообще эти оба дня, которые предоставили нам эти автомобили, все ссылки в описании на их канал, именно на их сервис, ну и ждите новых видосов. Субтитры сделал DimaTorzok